Это новости на канале Хабар 24. Меня зовут Лаура Жакупова. Здравствуйте. Более двух тысяч семей в этом году отпразднуют новоселье в Актюбинской области. По программе Нурлыжер запланировано ввести в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья. Это одно из семи направлений, по которому сегодня обеспечивают квартирами жители региона. В микрорайоне Нур-Актюбе возведут еще 34 таунхауса. Квартиры распределят среди вкладчиков накопительного банка посредством кредита. Им также предложат новые коттеджи на одного и двух хозяев. По плану необходимо возвести 229 частных домов. В микрорайоне также появятся две многоэтажки. Будет продолжено строительство и в районах области. За счет местного бюджета запланировано обеспечить жильем более 90 семей. Новые жилые дома появятся в Шалкаре, Байганине, Темире и Айтикеби. Заселят в них очередников. Особые категории граждан могут рассчитывать на жилье за счет республиканского бюджета. Ежегодно, который выделяется на нашу область, 1,562 млрд, будет вести строительство в этом году в Каргалинском районе, Алгинском районе, Фронтаусском районе и в городе Актюбе. Жилье для социально-узыненных слоев населения. В прошлом году сдали 180 квартир по этому направлению программы и в этом году планируем уже более 300 квартир сдать. Доступ к медиации через цифровые технологии. Такой проект в пилотном режиме заработал в Западно-Казахстанской области. Это электронный сервис в Центре обслуживания населения. Онлайн-заявки граждан доступны 40 медиаторам. Они составляют расписание для пользователей, назначают время приема. На втором этапе сервис будет доступен всем гражданам на специальном портале. Пользователь, зайдя по ссылке, сможет ознакомиться со списком медиаторов, их материалами и опытом, прочитать отзывы. Будет доступно и мобильное приложение. Специалисты отмечают, что все больше людей для решения споров стали обращаться к таким специалистам. Это позволяет им избежать волокиты и судебных тяжб. Также это экономит время судей и полицейских. Узнал, что банк подал на меня в суд. Узнал, что есть услуга в СОНИ. Подать заявку медиатору, то есть решить вопрос досудебный. Средебный через СОН. В данный момент подал заявку быстренько. Сейчас ожидаю решения по этому вопросу. Когда гражданин подает заявку через СОН, данная заявка поступает всем медиаторам. Есть и гражданский спор, есть споры семейного характера, есть касающиеся уголовного правонарушения. По медиаторам, по специализациям, приняв заявку, может ответить. Основные пункты и нормы нового налогового кодекса обсудили на востоке нашей страны. В Усть-Каменогорске вице-министр национальной экономики Руслан Даленов и представители Республиканской ассоциации налогоплательщиков встретились с бизнесменами региона. В ходе совместных дискуссий были обсуждены механизмы государственной поддержки предпринимательства. В новом кодексе они четко прописаны. Например, в сфере электронной торговли предусмотрено освобождение корпоративного и индивидуального подоходного налогов. Затрагивают налоговые смягчения и агросектор также. Согласно нововведениям, главы крестьянских и фермерских хозяйств больше не будут выплачивать соцналоги за наемных работников. В новом налоговом кодексе большой упор сделан на поддержку малого и среднего бизнеса. Особые смягчения предусмотрены и для аграриев. Это специальный налоговый режим, не препятствующий развитию ключевых отраслей нашей экономики. 85 тысяч жителей Актюбинской области вакцинированы против гриппа. Это десятая часть всего населения региона. На приобретение вакцины ушло более миллиарда тенге. Средства, выделенные из двух бюджетов – местного и республиканского, бесплатные прививки получили сотрудники медицинских учреждений, жители дома престарелых и дети-сироты. Таким образом, защитить от вирусов удалось более 40 тысяч человек. Все остальные могли привиться за свой счет в поликлиниках по месту жительства. В этом году отмечается активность работодателей, которые ведут профилактику против гриппа в своих коллективах и приобретают вакцину за счет компаний. Согласно анализу предыдущих эпидемиологических сезонов, в Казахстане пикзывали заболеваемость гриппом, и ОРВИ приходится на конец января – начало февраля. Вакцинацию против гриппа мы начали в октябре. Сейчас иммунизация продолжается. Прививки получают ученики школ. Мы выполнили рекомендации Всемирной организации здравоохранения и привили от гриппа 10% населения региона. 37 членов террористических организаций уничтожены турецкими ВВС в ходе операции в сирийском Африине. Таким образом, ликвидировано около 500 террористов. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Таиб Эрдуган. Известно, что в атаке участвовали 7 самолетов. Они затем вернулись на базы. Сейчас операция продолжается в плановом режиме. Эрдуган также заявил о том, что турецкие войска могут дойти и до провинции Идлиб, которая находится под контролем сирийской оппозиции. Напомню, 20 января Турция начала операцию, нацеленную против курдских формирований в сирийском Африне. В ответ Дамаск осудил такие действия, назвав территорию неотъемлемой частью Сирии. Американская бомба времен Второй мировой войны, найденная на стройке, в центре Гонконга успешно обезврежена. На это 10 саперам потребовалось более суток, сообщают местные СМИ. В результате операции по извлечению взрывчатки никто не пострадал. Находка уже отправлена на базу для дальнейшего изучения и ликвидации. Я напомню, 450-килограммовую бомбу обнаружили на глубине 15 метров. Во время строительства новой ветки метро в районе Ван-Чай пришлось эвакуировать почти 1300 жителей. По данным специалистов, бомбу сбросил на Гонконг американский бомбардировщик в период между 1941 и 1945 годами. К слову, это не первый подобный случай. В прошлом году на городской стройплощадке нашли 220-килограммовый американский снаряд. Миллион человек, ну или каждое пятое село в Кыргызстане не имеет доступа к чистой питьевой воде. Такие данные опубликовал омбудсмен республики, которые постоянно получают письма от граждан с жалобами на то, что воды в некоторых населенных пунктах нет. Недостаток живительной влаги. Проблема для страны не новая, но вот решить ее полностью не удается до сих пор. Больше двух десятков лет в Кыргызстане действуют различные правительственные программы по организации доступа к чистой питьевой воде. Причем кабинет министров борется с этой проблемой не в одиночку. Помощь различным ведомствам оказывают международные доноры. Но все усилия пока не приносят плоды, вернее воды. Потому как по статистике Департамента питьевого водоснабжения и водоотвода госстроя республики доступ к чистой питьевой воде не имеет один миллион кыргызстанцев. Одна из причин – убыточная тарифная политика системы водоснабжения. На сегодняшний день тарифы, согласно закону Харгызстанской республики о местном самоправлении, уровень тарифа устанавливают местные кенеши. Местные кенеши устанавливают тарифы на уровне 30-40% от себестоимости. Это вообще абсурд. Тогда они заведомо ставят поставщиков питьевой воды на колено. Заведомо. Несколько лет назад на деньги международных доноров были проложены сотни километров водопроводных труб во многих селах по всей республике. Чтобы поддержать эти системы в рабочем состоянии, были созданы сельские общественные объединения потребителей питьевой воды. На сегодняшний день из почти 700 таких организаций работает только половина. Как следствие, отсутствие качественной подачи питьевой воды в селах. Люди вынуждены пить воду из грязных водоемов, что нередко приводит к болезням. Это еще раз говорит о том, что те заболевания, связанные с водой, это и регистрация кишечной инфекции, регистрация вирусного гепатита формы А, это и брюшного тифа связана с тем, что наше население на сегодняшний день пьют воду из-за рыка, ну, скажем так, что не из централизованного предоставления воды. По данным Генеральной прокуратуры, за последние несколько лет на основании заявлений Института Омбудсмена по недобросовестному распределению финансовых средств, предназначенных для открытия на местах водозаборных станций, было возбуждено 26 уголовных дел. В результате государству за это время был причинен ущерб в размере 6,5 миллионов сомов. По подсчетам специалистов, для того, чтобы обеспечить питьевой водой все села республики, необходимо 30 миллиардов сомов. Это примерно 450 миллионов долларов. Примечательно, что есть уже 9 международных институтов, которые готовы выделить эти деньги. Но, правда, при одном условии, если средства будут израсходованы эффективно и прозрачно. Бакыч Рымашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Экологи продолжают устанавливать причины смерти белых дельфинов в окрестностях Рио-де-Жанейро. За две недели здесь погибли десятки млекопитающих. Специалисты уверены, что в этом случае виной тому не браконьеры, но без человеческого фактора, по всей видимости, не обошлось. Анна Орлова продолжит тему. Еще недавно образ белых дельфинов вызывал у жителей Рио-де-Жанейро исключительно положительные эмоции. Именно эти млекопитающие изображены на гербе города. Сегодня же дельфины – печальный символ залива Сепетиба. Здесь за последние несколько дней обнаружено без малого 80 трупов морских обитателей. Экологи не покидают окрестности Рио-де-Жанейро, пытаясь выяснить, что могло стать причиной столь массовой трагедии. На экспертизу уже отправлены как тела млекопитающих, так и образцы воды, взятые в заливе. Таковы физиологические особенности данных особей. Если кто-то может приспособиться к среде, в которой обитает, то белые дельфины, к сожалению, гибнут. И хотя основная угроза для них – это рыболовные сети и браконьерство, хватает охотников за мясом тукуши. Но если касаться именно естественных причин смерти, здесь, конечно, на первом месте загрязнение воды. Белые дельфины, или как их называют в народе тукуши, обращали на себя внимание экологов и ранее. Эти млекопитающие – довольно редкие гости в заливе Сепетиба. Дабы сохранить популяцию, специалисты по мере возможности охраняли водных обитателей, в первую очередь от браконьеров. Однако удар пришелся откуда, видимо, не ждали. Если среди причин гибели дельфинов эксперты назовут именно загрязнение воды, экологам придется искать ответ на другой вопрос – как уберечь оставшихся тукуши, живущих в заливе? Да, в заливе их 800 экземпляров. Всего 800. А сейчас каждый день мы находим по 4 или 5 мертвых дельфинов. Можете представить себе, каково это и чем это может грозить? Мы можем попросту потерять их, ведь загрязнение залива равносильно вымиранию белых дельфинов в этом регионе. Определять экологические проблемы ценой своих жизней для тукуши, к сожалению, не впервой. Еще в 2010 году экологи находили мертвыми 32 дельфинов, а за 2016 и того больше – 69 особей. Трагедия последних дней считается куда более серьезной, ведь 78 редких млекопитающих погибли не за год, а всего за 17 дней. Всего же, по подсчетам экологов, в печально известном заливе за короткий срок погибло порядка 10% всей популяции дельфинов. Такую цифру называют просто катастрофической. Большинство животных находятся с поражениями на коже, что похоже на серьезный вирус. Анна Орлова и Жоэль Франзони для Хабар-24, Бразилия. Хуан Орландо Эрнандес официально вступил в должность президента Гондураса, на который был переизбран еще 26 ноября. Инаугурация прошла на центральном стадионе в столице страны Тегуси-Гальпе на фоне протестов оппозиции. Во время церемонии Эрнандес выступил с речью, в которой призвал жителей страны к единству и пообещал начать процесс примирения между всеми гражданами страны. Но для обеспечения порядка на стадион были стянуты воинские подразделения. Оппозиция не признала результаты голосования и потребовала пересчета голосов. Протесты вылились в массовые беспорядки, в ходе которых, по последним данным, погибли три десятка человек. В итоге удостоверение президента Эрнандес получил только 19 января. Использование комбинации ограничительных и поощрительных мер в сфере нераспространения оружия массового уничтожения наиболее оптимальное и действенное решение. Такое мнение высказал председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажелиса парламента Маулина Шамбаев. По его словам, предложения, озвученные Нурсултаном Назарбаевым на заседании Совбеза ООН, способны решить серьезнейшие проблемы, существующие в этой сфере. Депутат подчеркнул, что увеличение объемов оружия массового уничтожения может иметь катастрофические последствия для многих стран. И международное сообщество именно сейчас должно предпринимать конкретные действия. Я думаю, что те предложения главы государства, они очень тщательно проработаны, они системные, они отвечают вызовам современного мира. И я думаю, что сегодня многие страны, безусловно, я уверен, поддерживают эти предложения и в дальнейшем их реализация будет способствовать обеспечению безопасности как на глобальном, так и на ледяном уровне. Новый способ борьбы с движущимися песками придумали жители Мангистауской области в селе Уштаган. Для этих целей используют автомобильные шины. Изношенную резину они применяют для прокладки дороги по песчаным барханам. Новый путь сокращает расстояние между селами и экономит время жителей. Рассказывает Тамара Степанова. Между селами Жарма и Уштаган пролегает дорога в 50 километров. Активисты решили сократить этот путь до 15 километров. Проблема была в движущихся песках. Машины часто буксовали и застревали. Зимой еще можно было проехать, а летом практически невозможно. Чтобы ездить коротким путем, мы решили действовать. В интернете нашли очень простой способ применения старых шин. За несколько дней собрали более 500 штук. Мы проложили их по бархану. Потом решили собрать деньги и вырыть основную дорогу. Теперь у нас есть два варианта дороги через пески. Суть метода проста. Активисты выкладывают шины на песок. В углубления заливают глинообразный грунт. Далее они связывают резину с железным прутом и утрамбовывают, проезжая по ним на машинах. Наша дорога ведет от села Жарма до села Уштаган. Оттуда есть выезд в город Жанаузень. Мы очень благодарны жанаузенцам за помощь и отзывчивость. Несколько раз ездили в город нефтяников. Рассказывали о нашей проблеме и население откликнулось. Собрали шины, помогли с их укладкой. Инициатива ребят похвальна. Это экономит время сельчан. Если сообщение будет долговечным и хорошо себя зарекомендует, то можно будет применять эти шины для расширения проложенного пути. Здесь уже попросим помочь предпринимателей. Кроме того, мы хотим дорогу, которую вырыли сами жители, покрыть щебенкой. Апробацию модернизированной дороги будут вести до лета, пока активисты регулярно приезжают и ведут доработку своего нововведения. Движущиеся пески не дают расслабляться. Есть еще одно применение изношенных автомобильных шин. Активисты выкладывают их по склону Бархана, тем самым предотвращая распространение песков и сохраняя основную дорогу от исчезновения. В Алматинской области успешно развивается сфера верблюдоводства. Одно из крупных хозяйств, расположенных в Ильичском районе, агроформирование «Даулетбикет», в год производит более 3,5 тысяч тонн шубата и 500 тонн мяса. Пару лет назад предприятие стало выпускать еще один вид этого полезного напитка «Биошубат». Сейчас хозяйство вышло на экспорт продукции в страны СНГ. Но подробнее расскажет моя коллега Гульнар Жантасова. Почти 4 тысячи верблюдов насчитывается в этом хозяйстве. Разводят здесь две породы – двухгорбых бактрийских верблюдов и драмадеров – одногорбых. Содержатся они на 20 фермах. Отдельно выращивается и молодняк. Особый уход за маточным поголовьем. Сейчас оно перевалило за 1500 единиц. На каждой ферме насчитывается по 50-60 верблюдец. Уход за ними особый. Нужно, чтобы надои были хорошими. В среднем в летнее время общий объем надоев составляет более 5 тонн в сутки. Зимой – около 3 тонн. Однако жирность намного выше. Сырье поставляется на мини-завод. Здесь есть своя лаборатория. Производство шубата полностью автоматизировано. Работает 10 человек. Молоко проходит несколько этапов переработки. Потом уже получается готовый шубат. Кроме него мы производим еще около 10 видов продукции. Это баларемше, корт, биошубат, био-йогурт. Поставляем шубат на экспорт в Россию и в Республику Беларусь. Сегодня на производство одного литра верблюжьего молока государство выплачивает по 55 тенге субсидий. На один килограмм мяса – по 90. Поскольку уже есть спрос на этот довольно полезный продукт, не только на отечественном рынке, у предприятий есть возможность увеличить объемы производства продукции. Шубат – это наш национальный продукт. Можно сказать, наш отечественный бренд. Однако для того, чтобы поднять производство шубата, нужно увеличить поголовье. Соответственно, необходимы дополнительные площади для выпаса верблюдов. Многолетний опыт подтвердил – сфера очень прибыльная. Нам приходится в основном содержать своих верблюдов в урочище Сараталхум. Больше угодий нет. Сейчас главная задача – решить вопрос с выпасными землями. Тогда в стране появится больше желающих заниматься верблюдоводством. Сейчас, по данным статистики, общее поголовье верблюдов в республике составляет около 200 тысяч. С каждым годом оно растет. У верблюдоводства есть все шансы стать одним из ведущих направлений животоводства в Казахстане. Нужна только специальная отраслевая программа, считают фермеры. Гульнар Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Хабар, 24, Алматинская область. Международный турнир по грэпплингу «Астана Оупен-2018» проходит в Астане. В столицу нашей республики прибыли спортсмены из России, Грузии, Узбекистана, Кыргызстана и Индии. Всего в турнире участвуют 600 человек. За право первенства борются и самые юные участники из Караганды, Астаны и Алматы. Грэпплинг – универсальная борьба с элементами самбо, дзюдо, вольной и греко-римской борьбы набирает все больше популярность в мире. В казахстанской столице соревнования проходят уже в третий раз. В планах ассоциации провести региональные турниры и чемпионат Казахстана. Победители примут участие в чемпионате Азии. Он пройдет весной в Бишкеке. Мировое первенство состоится в сентябре этого года в Астане. И на этом у нас пока все. До скорой встречи. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»